Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня будем смотреть обзор на вот такую видеокарту RTX 3060 Ti от Inna. В общем, давайте приступим, друзья! Есть потрясающая карта 3060 Ti в вот таком исполнении. Ссылку вы можете на нее найти в описании и написать мне в Telegram. Или, например, оставить комментарий и обзавестись вот такой классной картой. Итак, дамы и господа, вот мы и добрались до коробочки заветной с видеокарты RTX 3060 Ti. Так, Twin X2 OS, RTX 3060 Ti, Inna 3D. Так, 8 гигабайт памяти, 256 бит шина у нас и GDDR6 память видеокарты. Давайте бегло взглянем, что у нас на коробке. Коробка небольшая, хорошая, стильная. Как говорится, ничего лишнего. Здесь у нас написано всякие интересные приколюхи о видеокарте, скажем так. Можете почитать на паузе и посмотреть. Там написано про блок питания и также технологии, которые здесь используются. NVIDIA Ampere, Ray Tracing, DLSS. Ну, DLSS шляпа, сами знаете. Если у вас слишком слабый компьютер, то даже он вам не поможет. В общем, вот такая стильная черная коробочка внутри находится. Открываем ее. И видим интересную запаковку по Inna 3D. Любят они, кстати, так делать. Asus'ы делают по-особенному. Смотрите, здесь находится внутренняя коробка и две такие пенопластовые вкладыши. Мягкие. Точнее, не пенопластовые. Не совсем это пенопласт. В общем, так. Вот такая брошюра у нас здесь находится. Давайте взглянем. Такая вот бумаженция у нас. И также, как здесь надо, что устанавливать. Тоже очень правильные вещи. Потому что некоторые могут неправильно установить даже видеокарту и сжечь свой компьютер. Так, что у нас здесь. Так, здесь написано, какой блок питания требуется. Тут прописано, кстати, старые видеокарты еще. То есть, если у вас были какие-то старые видеокарты, и написано разное потребление. Вот. Так, вот по поводу карт у нас 360 CI. Рекомендуется 600-ваттный блок питания. 8-пиновый коннектор один. 6-пиновых вообще не надо. Тут нет таких. В общем, отнимаем все это дело в сторону. Нас интересует видеокарточка. Открываем. И у нас вот такой вот антистатик пакете. Карта. Вот такая достаточно небольшая, стильная, с хорошим радиатором видеокарта. В играх достаточно тихая и производительная. То есть, если брать какую-то видеокарту, даже трехкулерную, то она не будет намного тише и холоднее. 8-пиновое питание. То есть, в принципе, как у всех 360 CI. Бывает, конечно, модели с двумя питаниями, но здесь более чем достаточно одного. Кстати, у видеокарты 4070 RTX от NVIDIA тоже вот такой один штекер питания. Так, давайте взглянем сзади, что у нас тут располагается. В общем, маркировочка у нас располагается самой видеокарты. Это вот винты, чтобы открутить радиатор. И можно было посмотреть на чип, скажем так. Так, вот. Так, здесь написано про гарантию, которой, конечно же, уже не осталось. Вот такая интересная гарантийная наклейка здесь располагается. Так, что мы видим? Backplate. Backplate металлический, настоящий. Здесь сделана перфорация, чтобы тепло у нас выходило, соответственно, здесь тоже. То есть, никаких термопрокладок я здесь, по крайней мере, не вижу. Но они, в принципе, здесь не нужны. Особо карта, как я и говорил, не горячая. Но, сами понимаете, чем лучше охлаждение, тем, в принципе, лучше. Вот. С этой стороны выглядит. Вот так массивный радиатор. Правильно сделано, что иногда вот этой вот плашкой, да, бывает вот так вот закрывают, и теплу попросту некуда выходить. А оно все равно выдувается не только сюда, но и по сторонам. И сюда, и вот сюда. Здесь вот вообще прям грамотно сделано. Но здесь, получается, на материнку все поступает. Вот так вот выглядит. Здесь, значит, вот такая толстенная пластинка, припаяна к радиатору. И вот там чипы памяти, соответственно. Ну, достаточно хорошо все охлаждается. Вот. Так, с этой стороны видеокарта выглядит вот таким. Таким образом. Что ж, давайте пройдем в тестирование. На самом деле, видеокарта очень хорошо себя показывает даже в 4К. Но понятно, что с некоторыми компромиссами даже 4К возможно взять на этой видеокарте. Если хотите купить данную видеокарту, переходите в мой телеграм-канал или пишите в комментарии. Итак, дамы и господа, видеокарта установлена вот в такой моднявый корпус, скажем так, частично самодельный. Поскольку здесь у нас охлаждение вот этой части компьютера происходит, ну, потому что тут водянка стоит, а вентилятор выключен. Соответственно, пришлось сделать вот такое охлаждение. Ну и будет доп. охлаждение для самой видеокарты. Также вот такая модная, минималистичная подставка у нас есть. Тоже в телеграм-канале обращайтесь, найдем и отправим вам точно такое же. В общем, пока устанавливаются драйвера, давайте поближе посмотрим на всю эту красотищу. В общем, с подставкой стоит идеальненько. Верхушка обдувается у нас вентиляторами. Причем в любой видеокарте это будет только лучше. Тестировать будем на вот таком открытом, скажем так, частично стенде. Итак, видеокарта 3060 Ti, 8 нанометров. Дата релиза 18 мая 2021 года. Так, значит, шейдеры и прочая хрень, вы сами все это видите. Какой размер процессора и так далее. Память GDDR6-HUNIX 8 гигабайтов. Прочие характеристики компьютера вы можете наблюдать на своих экранах. Ryzen 2700X, процессор старенький. Так, запускаем тесты на вот таких настройках Full HD и максимально 8-кратное сглаживание. Давайте, запускаем. Сейчас немножко прогонится, и я вам покажу результаты. Итак, а теперь давайте посмотрим на температуру и некоторые другие характеристики. Напоминаю, термопаста на этой видеокарте не менялась. Так что температуры будут немножечко завышены. 80 градусов на самом чипе в горячей точке 97 градусов. Это стоковые настройки самой видеокарты. То есть ничего не меняно. Ни Power Limit, ничего подобного не менялось. Давайте посмотрим сразу на характеристики. Все-таки сглаживание это достаточно сильное. Так, максималочка у нас стоит. И сколько у нас? 66 FPS, 70. Наверху мы можем видеть все максимальные показания. Сколько потребляет видеокарта. Так, давайте посмотрим. 200 Вт максимально сейчас потребляет полностью видеокарта у нас. Кульки 82, фан. То есть если заменить термопасту, ну градусов на 10 минимум упадет у нас. Частота процессора 1740 МГц, память 7000. Так, все максималочка. Давайте посмотрим вот здесь в попугаях, сколько у нас будет производительность. Вот это. FP32, 17 и 1 Терафлопс. Ну где-то 17 Терафлопс. То есть ее практически не слышно. То есть сейчас у нас вот отсюда прям тепло идет, скажем так. Итак, первая тестируемая игра будет Full HD и, соответственно, Baldur's Gate 3. Full HD, максимальные настройки, все что только возможно, включены в Ultra. И давайте посмотрим. Вот у нас уже загрузился бой, соответственно. Максимальные настройки стоят 60 FPS у нас. И потребление видеокарты, как видите, небольшое. Потому что, ну, нагрузки тут такой, честно говоря, нет. Давайте попробуем посмотреть. Ну, понятно, что здесь менее загруженный уровень, да, где если вы будете в каком-то городе или лесу и так далее, это вы должны сами понимать. В общем, если так мы походим, поменяем, то FPS в принципе 60. Только вот был провал, когда мы включали вот это меню. Но это, я думаю, на уровне погрешности. Так, давайте попробуем поставить максимальные настройки в 2К. Что изменится у нас? Так, мы установили 2К режим, и теперь мы смотрим, сколько у нас FPS. А FPS действительно немножечко провалились. 44. Но понятно, что мы можем даже выставить 4К. И давайте это и сделаем как раз таки. И поиграемся с настройками. Потому что чаще всего можно играть даже в большем качестве. Например, в 4К на более слабых видеокартах, как я делал даже на 1080 Ti, например, старой доброй. И при этом у нас все равно все работало шикарно. Также не забывайте, друзья, зависит от процессора все. То есть, если процессор какой-нибудь старенький, слабый, то, соответственно, ничего хорошего не получится из этого. Так, у нас 4К стоит, и у нас 43 FPS. То есть, с 2К на 4К у нас особо ничего не поменялось. То есть, видно небольшое подтормаживание, то, что FPS все-таки поменьше. Давайте попробуем выставить настройки какие-нибудь другие, и посмотрим, что изменится вообще. Так, ну что, я выставил просто автоматически низкие настройки. У нас практически 60 FPS. То есть, плавные, гладкие. В 4К я вам скажу, что большой разницы с предыдущей картинкой вы не увидите. Ну, понятно, некоторые текстурки тут совсем не очень. Но я вам скажу, что, например, если в Full HD выставить что-то минимальное, то там будет совсем мыло-мыло, например. А на больших разрешениях экрана, как у меня 4К, то вполне себе 60 FPS мы получаем. Так, соответственно, игра занимает 3200 где-то в памяти у нас видеокарты. Вот тут можно слева наверху вот здесь вот посмотреть. Вот тут. Итак, на очереди у нас Starfield. Где-то 40 FPS у нас показывает на ультра настройках в 4К. По-моему, у нас ультра стоит. Давайте посмотрим. Игра уже почти потребляет 5 гигов примерно, что уже неплохо. То есть, пока что, ну, чем больше гигабайт на карте, то, естественно, это лучше. Всегда это понятно. Так, давайте взглянем, что у нас по графике. Ну, естественно, что на ультрах, кто бы как ни говорил, да, что игра на самом деле не очень, например, но Starfield выглядит интересненько. Вот что можно сказать. Да, 40 FPS, даже 30, достаточно мало в ультрах. Но, ребята, вы, если не играли в эту игру, да, вроде казалось бы, да, Starfield, Starfield и так далее. Но, блин, местами некоторые элементы настолько красиво сделаны. Некоторые, конечно, не очень. Но иногда, вот выходя на какую-то планету, действительно графика очень шикарная. Тем более сегодня, или вчера, точнее, уже вышло обновление. Давайте посмотрим по настройкам. Так, вот, теперь мы выставили максимально низкие настройки. Понятно, что качество стало в 4К уже не совсем, скажем так, такое приятное. Но, вот, посмотрите, я думаю, вам все прекрасно видно. То есть, всякие DLSS у нас вроде как выключены, чтобы не создавать, как сказать, мыльцу лишнюю. Хотя и так тут мыльца уже стало, потому что разрешение немножко уменьшилось с рендера. То есть, мы якобы поставили более низкую разрешение. То есть, стало сразу 75 FPS, соответственно. То есть, играть спокойненько, конечно, можно. Так, давайте попробуем поставить, например, ультра и Full HD. Что у нас поменяется. Итак, друзья, теперь мы настройках на Full HD. Максимальное качество. То есть, без DLSS просто ультра стоят. Именно Full HD. Вот такой FPS у нас выдает данная видеокарта. То есть, 50 FPS где-то. То есть, местами, конечно, побольше. Если на какую-то планету прийти, конечно, будет, возможно, и больше. Даже 60 может быть. Но тут много всяких частиц, скажем так, разнообразных. И выглядит, ну, не дурно, скажем так. Не дурно. Вот наш корабль. Графика на корабле выглядит более-менее симпатично. То есть, 60 FPS. Давайте посмотрим сейчас на 2К ультра. Сколько выдаст карта? Так, ну что ж, теперь настройки. Максимальные ультра. 2К. То есть, сразу у нас стало 39-40 FPS. То есть, при этом тоже понятно, что в большем разрешении будет все красивее смотреться. Корабль, оружие и так далее. То есть, вот такие настройки. И заметьте, что старенький Proceq до сих пор грузит видеокарту на полную катушку. То есть, процессор у нас справляется. Тем временем, 5 гигов уже занимает игра на видеокарте у нас. Так, давайте поставим теперь 4К максималочку. И посмотрим, что у нас будет тогда. Так, вот так выглядят настройки. Рендеринг максимальный. Никаких DLSS здесь нету, естественно. Так. Что это у нас тут такое? Это надо выключить. Это не то у нас показывает. Потому что должен быть реальный, настоящий FPS без каких-либо подмен. 26 FPS показывает. И почти 6 гигов занимает у нас отрисовка видеокарты игры. Но сейчас уже становится неиграбельно, конечно. Сюда нужно карточку уровня где-то 3080. Тяй. Именно не 3080 простая. Тут даже 4070, кстати говоря, не особо потянет эту игру. И удивительно, что Proceq все равно вытягивает. Несмотря на то, что люди любят говорить, ой, у тебя там, например, старый процессор, да, Ryzen 2 700, например, X. Да, и это очень старенький действительно. Но, поверьте мне, многие видеокарты он еще сможет спокойненько пережить. Друзья, ну что ж, пока что с тестами все. Пишите ваши комментарии, что можно еще потестировать, посмотреть. Ставьте лайкусики. И все карты вы можете посмотреть в моем телеграм-канале. Там есть много. Вот такие вот крутые карты 4070 есть. Потрясающие. И по очень-очень вкусным ценам. В общем, друзья, все. Всем пока и удачи с видеокартами. Друзья, и напоследок решил показать, сколько выдает видеокарта RTX 4070 от MSI. В данный момент она тоже нагружена на 100%. 5 гигабайт видеопамяти занимает. Тоже 200 ватт потребляет. И FPS вы видите в районе 40-41. На ультра настройках в 4К графике. То есть вот такие показатели у нас прямо сейчас. Давайте взглянем все-таки на настройки. И настройки у нас такие. Полный экран, 4К. Все на ультрах. Спасибо.